Библейский портал экзегет.ру представляет 30 глава первой книги царей или царств в моем переводе, который я читаю для библейского портала экзегет, царей, поскольку она о царях. Прежде всего, о царях Давиде и Сауле. И они на одной и той же войне по разные стороны, ну, не фронта, фронтов тогда не было, по разные стороны этого сражения, которое сейчас очень скоро состоится, и очень разные истории, две очень разных войны на самом деле, хотя она одна. Давид на стороне филистимлян, врагов Израиля, и выходит с ними вместе в поход, но его филистимляне отправляют обратно, и маленький городок, который называется Циклаг, возвращаются они, это городок, который филистимляне отдали Давиду. Что же будет дальше? Вот война с филистимлян, с израильтянами, это как бы большая война, но вокруг большой всегда бывают маленькие, потому что пока большие воюют, то есть чем поживиться тем, кто не готов выйти на бой с большими, да, всякие маленькие банды и отряды. Давид со своими людьми три дня шли до Циклага, тем временем Амаликитяне, враги израильтян, еще одни, и с ними воевал все время Давид, Амаликитяне напали на Энгефа и на Циклаг, который они разорили и сожгли огнем, женщин, которые были в селении, они взяли в плен от мала до велика, никого из них не убили, а увели прочь. Когда Давид со своими людьми подошел к селению, то они увидели, что селение сожжено огнем, а их жены, сыновья и дочери уведены в плен. Давид и все, кто был с ним, зарыдали и длился их плач, доколе у них хватало сил. Взяты были в плен и две жены Давида, Ахинуам из Израиля и Авигея, бывшие замужем за Навалом с Кармеля. Очень тяжело было Давиду, и народ даже хотел побить его камнями, так горевал каждый о своих сыновьях и дочерях, а Давид укреплялся в Господе, своем Боге. Понятно, что всем тяжело, почему побить его камнями, а потому что это Давид вызвался идти на войну со своим народом, да, вот, оказывается, пока они ходили в этот поход, их собственный дом разорили, всех женщин увели, а мужчин, которые оставались, какое-то количество оставалось, их просто перебили. И что делает Давид? Вот он надеется на Господа, это, собственно, единственное, что про него каждый раз можно сказать. Все остальное у него бывает по-разному. Давид велел священнику Авиатару, сыну Ахимелаха, принести ему Эфод. Эфод – нечто такое, с помощью чего он узнать сможет волю Божью, наверное, некая форма бросания жребий или чего-то еще. Вообще, Эфодом обычно называется некое одеяние священника, вот что-то здесь мы не знаем про этот Эфод. Но знаем, что с его помощью можно попросить Бога. И когда Авиатар принес Давиду Эфод, Давид вопросил Господа, погнаться ли мне за грабителями, разобью ли я их? Ответ был – гонись, врагов разгромишь, своих избавишь. Давид выступил вместе с тремя сотнями людей, которые были при нем. Когда они дошли до потока Бессор, то часть людей там отстала. Давид с четырьмя сотнями человек продолжил преследование, а 200 человек, которые утомились настолько, что не могли перейти поток Бессор, остались там. Ну, всего их там 600, да? А в поле нашли одного египтянина и привели его к Давиду. Его накормили хлебом, напоили водой, дали ему немного сушеных смокф и две горсти сушеного изюма. И когда он поел, то пришел в себя. До того он три дня и три ночи ничего не ел и даже воды не пил. И Давид спросил его, чей ты и откуда? Он ответил, я египетский отрок, раб одного малекитянина. Бросил меня, мой господин, когда три дня назад я заболел. Мы ходили в набег на южный край керетитов и население, что в Иудее, на южный край. Халевы и циклагмы сожгли огнем. Давид спросил его, наведешь ли ты на меня на этих грабителей? Тот ответил, поклянись мне Богом, что не убьешь меня, не передашь руки моего господина, и я тебя наведу на этих грабителей. Ну да, что ему еще остается делать? Так он и привел его прямо к амалекитянам, которые пировали, рассыпавшись по всей округе с богатой добычей, которую они взяли в земле ферестимлены и в Иудее. И родил их Давид от утренней зари до вечера следующего дня, и никто из них не спасся, кроме четырехсот отрогов, которые сели на верблюдов и бежали. Так Давид отбил всех, кого пленили амалекитяне, и двух своих жен спас Давид. Не пропал у них никто от мала до велика ни сыновья, ни дочери. Ничего не пропало из добычи, которую захватили у них амалекитяне. Все возвратил Давид. Так же Давид захватил все стада и амалекитяны, погнали их израильтяне перед собственным скотом, называя их добычей Давида. Ну вот, полная победа. Зачем эта история здесь? Вот там идет большая война, а тут Давид воюет свою маленькую. Или это просто история про то, как ведет себя Давид на войне? Вот Саул, который побаивается, который пытается получить какую-то духовную поддержку от Самуила, уже умершего, вызывает для этого его дух. Это все-таки не царь. Хотя он царь, но он не ведет себя как царь. А Давид, даже отбивая своих женщин и детей у грабителей, ведет себя как царь. И мы дальше увидим еще один эпизод про это. Когда Давид пришел к тем двумстам людям, что остались при потоке Бессор, то они вышли навстречу Давиду и людям, которые были с ним. Давид подошел к этим людям, приветствовал их. Они стали говорить некоторые злобные... И стали говорить некоторые злобные негодяи из тех, кто ходил в поход с Давидом. А раз они не ходили с нами в поход, не станем делиться с ними захваченной добычей. Пусть каждый берет свою жену и детей и ступает впрочь. Ну, вообще, логично. Смотрите, они же не участвовали в войне, они не рисковали жизнью. Поэтому, да, жену и детей, естественно, забирайте. Мы их освободили. Но добыча, которую мы отняли у амалекитян, наша, те, кто участвовал. Логично, в принципе, так всегда и бывает. Но Давид ответил, им не должно так поступать, братья. Вот что даровал нам Господь. Он сохранил нас и предал в наши руки грабителей наших. Да и кто станет слушать вас в этом деле? Какая доля ходившим на битву, такая оставшимся при обозе. Равные им доли. С того дня и впредь он сделал это обычным правилом в Израиле. То есть, в чем величие царя? Не в том, чтобы только сразиться как следует. Не в том, чтобы взять богатую добычу. А в том, чтобы установить то, что сегодня мы называем социальной справедливостью. Не все ходят на войну. Кто-то заболел. Кто-то должен остаться при обозе. Пока там сражаются воины. Кто-то должен старичь припасы, палатки. Вот они оставили циклак. Циклак разорили. Это мы уже читали. Кто-то должен быть на своем месте. И не важно, кто-то там герой, который 10 врагов убил. Или ты обоза сторожил. Ты все равно участвовал в этом походе. Ты все равно свою роль сыграл. Пусть она была более скромной. И вот тот, кто устанавливает это, как правило, тот и есть настоящий царь. Еще один признак царского достоинства. Прежде чем Давид становится царем, мы видим множество-множество мелких эпизодов, которые показывают его царское достоинство, что он действительно может им быть. Давид вернулся в циклак и отправил часть добычи старейшинам израильским, друзьям своим, с такими словами. Вот вам благословение от добычи, отбитую у врагов господних. Тем, кто в Бейтели, кто в Рамад-Негеве, кто в Ятири, кто в Аруэри, кто в Сефмоте, кто в Иштемоа, и кто в Рахале, и кто в сирениях Ерахмеэльских, ну, много разных населенных пунктов, и кто в сирениях Кенейских, и кто в Хареме, кто в Бурашане, и кто в Атахе, и кто в Хевронии, во всех тех местах, где бывал Давид со своими людьми. Более того, он делится с теми, у кого, возможно, мы же читали историю про Навала, возможно, он отбирал продовольствие, ну, как отбирал, они ему сами приносили, когда тебе пришли вооруженные люди, сказали, поделись, поделишься. Вот он им каким-то образом возмещает то, что у них отбирали или получали добровольно отданное его люди. Вот еще царское достоинство, да, то есть идет война, вообще-то Давид на стороне Филистимля, но на самом деле он всегда на стороне своего народа, хотя формально он сейчас за вот этой вот границей, за тем, что мы потом назовем линией фронта. И вот это очень важный эпизод, то, что Саул, который думает только о себе, мы читали в прошлой главе, как он говорит мне тяжко, вызови мне Самуила, пророка, чтобы я мог понять, что происходит. И Давид, который действует, и по результатам действия заботится не только о себе, о своих приближенных, но заботится в том числе обо всем народе. Вот истинный царь. И дело не в том, что он в какой-то момент оказался по другую сторону вот этой самой военной черты, да. Это не важно, важно, как он действует, оказавшись там. Ну, а какую войну ведет Саул, мы прочитаем в следующей главе, 31-й. Продолжение следует...